СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНАВЛЕНИЕ И вот сейчас у нас будет высшая форма движения, которую мы будем рассматривать – социальное развитие. Наверное, вы понимаете, что каждая более высокая форма содержит в себе все предшествующие формы. Скажем, если вы рассматриваете изменения, там есть и равенство с собой, и неравенство с собой. Поэтому переход из равенства в неравенство, из неравенства в равенство, он тоже тут присутствует. Поэтому всякая более сложная категория включает в себя любую более простую. Кто скажет, что такое сложное? Вот вы, наверное, знаете, вы только что пришли. СОСТАВНОЕ И СПРОСТОГО. Да, то есть поэтому можно двигаться назад от того, из чего составлено более простое, чем сложное, и находите все более и более и более простое. Но мы с вами пошли от самого простого, от чистого бытия. И это хорошо, потому что мы, так сказать, не так, чтобы вы запишите, что я сказал. Это неправильный подход. Нет, я говорю, если я сказал, запишите, что я сказал, это было бы что? Это было бы просто фиксация какого-то, какой-то позиции, мнения, взгляда. А мы с вами занимаемся выведением. Вот мы сейчас переходим от такой формы, которую мы рассмотрели в прошлый раз, к понятию развития. Это очень сложное понятие, и много ему уделено места и времени, и в философских дискуссиях, и в литературе. И разные есть подходы к этому развитию. Обратите внимание на Солнечную систему. В Солнечной системе имеются планеты, да? Эти планеты вращаются вокруг Солнца. Те планеты, у которых есть свои спутники, они, так сказать, находятся тоже в постоянном движении, и этот спутник все время падает на планету и никак не может упасть. А почему он не может упасть? Это мы еще проходили с вами в школе на физике. Почему? Потому что скорость, с которой он двигается по орбите, настолько высока, что он за то время, когда он падает, он, как говорится, проходит тот путь, что он уже оказывается не на той точке, куда он мог упасть. И так, так сказать, он все время падает, падает, и так вот в этом самом падении находится, и все это вращается. Ну, развивается наша Солнечная система, развивается. А в чем развитие? Все, как было это сто лет назад, так все это и остается. Правильно? До вашего рождения, до рождения ваших родителей, до рождения ваших дедушек и бабушек, и так все это вращается. То есть, в чем можно, так сказать, усматривать развитие? Развитие, как некоторые, так и фиксируют, что развитие – это все, все это уже было, это все повторение того, что когда-то было. Вот. Если сейчас потепление, это уже когда-то было. Вот. А если будет мороз вдруг в мае, то это тоже было. Вот. Вот поэтому только вот надо найти тот год, когда это было. Вот. Собрались представители географической науки, достаточно высокопоставленные ученые, и стали решать, в чем там дело. Вот. Происходит некоторое таяние льдов в Антарктиде, поднимается уровень Мирового океана. Вот это если брать за короткий период. А если взять за длинный период, то было то вот поднимается, то опускается. То идет общее потепление, то общее похолодание. Ну, было уже, когда было похолодание, когда мамонты у нас в Сибири были, они вымерли. Где находят мамонты у нас, куда? Значит, отправляются, чтобы найти остатки мамонтов. Вы были у нас, тут есть вот недалеко музей, палеонтологии, когда идешь с остановки, да, и там, кстати, показаны эти самые скелеты тех мамонтов и мамонтенка одного, которых нашли на территории нашей страны. Ну, откуда они взялись, так сказать? Ну, мамонты – это, так сказать, как бы то же самое, что слоны, только кроме того, что у них есть шкура, на этой шкуре есть и волосяной покров. То есть они могут жить в более прохладном племоте. Ну, вот мы их и находим в вечной мерзлоте. И вот что определили эти самые ученые, которые брали длительный период. Что это вот сейчас потепление, а потом может начаться похолодание. Так что ничего такого здесь особенного нет, бывают периоды потепления довольно длительного. Вот и не надо думать, что обязательно это приведет к тому, что все шапки ледяные растают, вода поднимется, нам придется жить на сваях и ходить, наверное, на ходулях, чтобы не промочить ноги. Ну, вот это, так сказать, на самом деле не так все страшно. И это рождает такое представление у людей, которые это наблюдают, в том числе и естественных испытателей, что все возвращается на круги своя, как написано уже в библейских источниках, что это все было, что все это человечество уже проходило. И, так сказать, вот сейчас вы студенты, а до этого были другие студенты, а потом будут следующие студенты, и так это все идет, и идет, и идет, и идет. Значит, что это за концепция развития? Это повторение. Что развитие – это повторение того, что уже было. Вот у вас есть родители, бабушки, дедушки, потом вы вырастите большие, выйдете замуж, женитесь, у вас будут дети, потом у вас будут внуки, и потом они пойдут учиться в университет или в другой какой-нибудь вуз, или пойдут на работу, на завод, и все повторится сначала. И в песнях это поется, помните, там будут внуки, потом все опять повторится сначала. Вот эта концепция, она широко распространена в головах, и она присутствует как одна из концепций развития. Есть развитие, которое понимается по-другому. То вот идет, у нас похолодание, потом раз, и пошло потепление. То туда, то сюда движение, то вперед, то назад. Что это то? То прогресс, то регресс. Что это такое? Такое маятниковое движение. То в одну сторону, то в другую. А? Ну, по спирали. Это вы знаете, что по спирали. А есть такая концепция, которая... Буриданова осла, представляете? Он от чего умер, потому что у него справа был мешок с сеном, и слева мешок с сеном. И он умер от того, что он думал, начнет поворачивать голову, чтобы с левого боку взять с сено. А потом подумает, а с правого? Повернет на правую голову. Потом думает, а с левого? И так он все это туда-сюда головой болтал пока, и не помер. Хотя у него и справа, и слева. А умер он от голода. Так что вот такое маятниковое движение, то движение то вперед, то назад, мы наблюдаем. Ну и, так сказать, поскольку мы знаем, что есть кроме материалистической философии и идеалистическая, то, значит, видимо, есть какие-то силы, которые обладают этим переключателем. У нас с вами такого переключателя нет. У вас есть такой переключатель? Нет. И спиралью этой вы владеете? Откуда эта спираль? Не владеете. Значит, вот третье понимание развития, которое вы вот сейчас сформулировали, да, это такое движение по спирали. То есть, мы эту точку уже проходили, тут как бы были, но сейчас выше. Или бы, да? Маятниковое – это второе развитие? Да. А спираль – это уже третье? Ну, третье, конечно, да. А потому что здесь не просто возвращение, а на более высоком уровне. Вы возвращаетесь в эту точку, но уже выше. Вот вы сейчас на первом курсе, а будете на втором, будете так же сидеть, но вы уже обременены чем? Чем, что вы уже сдали столько экзаменов, что уже даже на бумаге написано, что вы поумнели. А пока вы только на первом курсе еще не сдавали, все видно, что вы умные, но бумажки о том, что вы умные, нету. И вот. А нужна справка, что вы умные. Вот. Это вот ее добыть не так просто. А тут вы уже столько справок наполучали, что вы уже спокойно относитесь к экзамену, знаете, что вы спокойно это все получите, и другие перед вами получали, но вы идете по спирали. Правильно? Начинается Новый год, первый семестр, потом второй, потом отдыхаете, и опять начинается. Вот это развитие по спирали. Это относится тоже ко всему. Это такие концепции, как всеобщие концепции развития, которые в философии присутствуют. Или, если не присутствует в письменной философии что-то, то оно присутствует в головах. Такое понимание развития. Есть такое понимание развития, как поступательное движение вперед. Вот. Вы все больше и больше, и больше, и больше, и лучше. Лучше знаете, больше делаете, больше умеете. Правильно? И вот если мы будем так рассматривать это развитие концепции, то, скажем, вы потом становитесь зрелым человеком, у вас богатство знаний все увеличивается, и до сих пор это все увеличивается, пока человек жив. А тут вдруг как-то эта концепция нарушается, потому что он все выше, 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 и все. То есть развитие, в конце концов, привело к чему? К тому, что человек перешел в небытие. Поэтому как-то эта концепция развития, просто движение вверх, оно кажется односторонним, оно как-то не описывает тогда всю жизнь человека. Ну вот мы с вами не дошли, и вы, я думаю, еще не читали, наверное, учение о сущности науки и логики, что я вам очень советую до него набраться, просто хватать его, читать. Это пустое, потому что самое интересное в науке и логике это выведение категорий. И это выведение категорий мало где есть в общественных науках. Всего можно назвать две книги за всю историю человечества, где идет выведение категории. Это вот «Наука логики» Гегеля и «Капитал Карла Маркса». Это три тома. И все. И тоже в «Капитале Карла Маркса» три такие ступени. Если в «Науке логики» и «Бытие» – это первая книга, вторая книга – «Сущность» и третья книга – «Понятие». То в «Капитале Маркса» первое – «Производство капитала», вторая книга – «Обращение капитала» и третья книга – «Процесс капиталистического производства, взятый в целом». То есть вот эти книги интересно читать не только с точки зрения того, содержание которого у них есть философского и экономического. А и с той точки зрения, что так мало построено работ по принципу научной системы, что это образцовые такие работы, которые нужно прочитать для того, чтобы понять вообще, как устроена научная система. А что такое система научная? И это движение категории. От чего? А к началу – к результату. А что такое начало? Это вы уже знаете. Что такое начало? А? Не разве это результат. А результат – это развернутое начало. Я думаю, что для вас, я думаю, и для всякого молодого человека интересно познакомиться с такими научными работами, независимо от специальности, исходя из того, чтобы познать, что такое настоящая высокая наука, в которой есть вот это вот развертывание. Развертывание с начала и до результата. Скажем, научную систему представляет, но уже другого типа научную систему, представляет собой робота Менделеева, связанная с таблицей его, Дмитрия Ивановича. У нас вот есть музей Дмитрия Ивановича Менделеева. Ну и как-то так получилось, что у нас памятник Менделеева здесь, собственно, и не присутствует. Он присутствует напротив Технологического института. Там есть, если встать с спиной к Технологическому институту, на другую сторону Московского проспекта посмотреть, там вы увидите таблицу Менделеева, и Менделеев там сидит. То есть он настолько хорошо разработал периодическую систему элементов, а там атомные веса. А самых простых элементов все более и более сложных тоже идет движение, что потом некоторые элементы были по тем данным, которые о них уже были известны, открыты просто. То есть известно, что это за элемент, известные его свойства не нашли. Поискали и нашли. То есть таких вот произведений в науке мало, а в общественной науке, ну я, например, не знаю других, вот кроме тех двух, которых вам назвал. Поэтому если вы хотите приобщиться к настоящей науке и научиться делать, скажем, свою работу научными, имея в виду и выпускную работу, ну вот так сказать, получить вкус к тому, как развертывать знания, это очень интересный, даже если вы что-то не поймете. Ну не поймете, а общее движение поймете. Вообще надо сказать, что наука потому и наука, что она трудна. И у Маркса есть такое высказывание, что в науку нет широкой столбовой дороги. И тот, кто хочет достичь ее сияющих вершин, тот, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым кручам. Вот поэтому ниоткуда не следует, что вот в серьезной науке сразу все понятно или сразу все ясно. Вот если все сразу понятно и ясно, это простое. А простое – это то, из чего сложено еще. Так вот, учение о сущности, разработано учение о противоречиях. Собственно, вся наука логики Гегеля – это учение о противоречиях. Только они вначале не называются, а просто присутствуют. Возьмете вы ту категорию, которая нам уже знакома, становление. Там же есть и бытие, и ничто. И они находятся. Они противоположны ведь, правильно? Всем понятно, что бытие противоположно ничто, а ничто противоположно бытию. Что тут непонятного? В то же время, они же в единстве находятся. Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. В постоянном движении, в взаимопереходе одного в другое. Вот если вы подойдете до учения о сущности, там будете рассматривать понятие тождества и понятие различия. Ну вот мы знаем и применяем в арифметике, в математике понятие равенства. Равенство означает, что это вот, это и это, вот две величины равны, ничем не отличаются. На самом деле в жизни ничего нет такого, что бы ничем не отличалось. Вот даже если два близнеца рождаются, один рождается раньше, другой позже. Обязательно. И если они, ну скажем, для других не отличаются, то для родителей они хорошо очень отличаются. Вот в одни, одни, может, привычки, один характер, у другого другой характер и так далее, то никогда абсолютного равенства не бывает. А что такое? Поэтому у Гегеля выведено понятие тождество. Тождество – это тождество различного. Вот мы с вами тождественны или нет? Говорите. Да или нет? Нет. А? Нет. Как нет? Вы человек, я человек. Вы не человек, я человек. Вы... Несмотря в каком понятии. Как в каком? А вот только в каком-то. Ну раз в каком-то мы тождественны, значит тождественны. В каком-то и нет. Ну так, а что важнее, что то, что мы люди, или то, что мы разные люди? Для вас важнее то, что мы разные, а не то, что люди. А мне кажется, важнее то, что мы люди с вами. Потому что мы высшие, разумные животные, общественные. Трудящиеся, говорящие и разумные. Это выше гораздо. То есть то, в чём мы не равны, менее важно, чем то, в чём мы равны. Более того, сущность человека общественная или биологическая. Общественная. Общественная, значит, мы по сущности, по сущности тождественная, а по форме, так сказать, различной. А вы знаете какое-нибудь тождество, которое не было бы тождеством различного? Если я сейчас вам вместо того, чтобы читать лекцию, буду такие умные вещи говорить, что вот запишите, пожалуйста, молодой человек, ёлка – это ёлка. Квадрат – это квадрат. Круг – это круг. Человек – это человек. Кошка – это кошка. Это что такое? Это вот отождествляющая речь. А такая вот отождествляющая речь называется как в философии? Тавтологией. То есть если я вам буду утверждать всякие тавтологические вещи, мы с вами не продвинемся ни на шаг. Ни на шаг не продвинемся. Почему? А потому что у нас идёт просто повторение одного и того же. То есть это, так сказать, разновидность глупостей. Когда такие вещи высказывать, если какой-то вот стол – это стол. Хотя вы какие-нибудь… Может, есть два равных стола? Где-нибудь есть в мире два равных абсолютно стола? Никак они не могут быть, два равных стола, они все разные. Два равных человека, абсолютно равных, тоже не бывает. Поэтому тождество, всегда есть тождество различного. И когда вы смотрите на, скажем, на доску и пишете там такое арифметическое равенство – пять равно пяти. Вот эти две пятёрки равны? Вот те, которые я нарисовал? Нет, конечно. Вы же видите, во-первых, это слева. Во-вторых, справа. Видите, я здесь вот так немножко завёл, а здесь вот так. Теперь вот это здесь находится, а это здесь. Но вы лево-право отличаете? Ну, как вы спутали левое и правое. А если мы возьмём сейчас, вот есть система ГЛОНАСС или ГПС. Координаты вот этой пятёрки и вот этой пятёрки – это разные координаты? Телефон наш даже может показать, что у них разные координаты. Поэтому они, при том, что они равны, они неравны. Математика от диалектики абстрагируется. Она берёт вот формальное равенство и всё. Или формальное неравенство. А диалектика, она берёт всегда равенство с неравенством, а неравенство с равенством. Вы сами-то себе равны или нет? Подумайте. Вы себе равны или нет? Неравны. Так, тогда раз вы неравны, вот та студентка, которая пришла, вы уже не та. Так что прошу покинуть помещение, поскольку вы уже неравны той, которая пришла. Логично? Или вы на экзамен пришли, а я смотрю, зачётка-то у вас давно была. А вы уже и не такая, как такая, которая на фотографии. Ну, правда, теперь и зачётки убрали, чтобы этого не видеть. Ваше развитие разве не состоит в том, что вы всё время неравны себе? Или вы всё время, вот вы учились уже здесь, уже второй семестр, и вы всё остаёте равны самой себе? Это значит бесполезное учение, что ли? Если вы всё время равенство, да? Вы как вообще собираетесь стать бакалавром? То есть часто вы ничто не бакалавром. То есть вы хотите стать неравны себе, я правильно понимаю? А если вы хотите стать равны себе, ну так тогда и надо учиться. В чём проблема? Вы и так равны. Но, если вы присмотритесь к себе, то вы обнаружите, что вот я вот заметил, как вы моргнули. А раз моргнули, то у вас были закрыты глаза, то открыты, то закрыты, то открыты. Это же неравенство с собой, правильно? Потому что человек с открытыми глазами не равен человеку с закрытыми глазами. Я вот заметил, вы сейчас закрыли, чтобы не видеть этого безобразия. А теперь открыли. Потом вы вдохнули или выдохнули? Когда вы вдохнули и когда вы выдохнули, это два разных человека, так сказать. Где тут равенство? Разве вдыхающие и выдыхающие – это одинаковые люди? Нет. То есть, в отличие от формальной логики, которая от этих сложностей оттерагируется, диалектика говорит, что нет никакого равенства без того, чтобы не было оно в то же время и неравенства. То есть, равенство – это равенство различного. А различие, что означает? Различие, всегда различие, тождествие, но го. Мы с вами, вот вернемся к началу нашего спора, мы с вами различные люди. Чтобы говорить, что мы различные, надо, чтобы было вот это равенство, в котором мы различны с вами, как люди. А если мы будем говорить, я – это одно, а стол – это другое, это мы разные предметы уже, правильно? То есть, стол берется как предмет, и меня мы берем как предмет. Потому что нам не важно, одушевленный он, неодушевленный этот предмет. И вот, когда усвоено вот это, то, что тождество есть тождество различного, а различие, различие тождественного, тогда только мы начнем понимать, что такое противоположность. Что такое противоположность? Если мы берем какую-нибудь противоположность, у нее есть две стороны. Одна сторона и противоположная сторона. А если эти две стороны одной противоположности, они же в единстве находятся, правильно? А раз они находятся в единстве, значит, одна сторона содержит в себе другую. Значит, одна сторона противоположности содержит в себе другую, а другая сторона противоположности содержит в себе первую. И тогда у нас не просто противоположность, которая нам показалась, что это просто противоположность, а единство противоположностей, поскольку каждая сторона противоположная. А как называется единство противоположностей? – Тождество. – А? Как? – Тождество. – Нет. Тождество тут включается, но уже не так называть. Единство противоположностей. Тождество различного, тут все просто. А тут единство противоположностей. Как? Ну вот это как раз вам пример того, как, если подойти к тому же самому, к тому известному вам понятию или явлению, известному в смысле того, что вы о нем слышали, не в том смысле, что познали, а в том смысле, что слышали, на слуху оно. Это и есть противоречие. Единство противоположностей называется противоречием. Так вот, развитие – это не простое, так сказать, движение какое-то, потому что движение мы видели уже и как становление, и как изменение. А противоречие – это движение, которое… А развитие – это движение, которое идет через разрешение противоположностей. Но какое движение через разрешение противоположностей? Движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот определение развития. Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Что такое простое, что сложное, вы знаете. Вы сразу ответили на этот вопрос вначале, когда я его задал. То есть, если речь идет о движении низшего к высшему, это развитие. А если мы видим противоположное движение, то это момент в самом развитии, который тоже присутствует. Вот, скажем, мы с вами сидим, и все развиваемся. Вот и вы развиваетесь, и я развиваюсь. Про вас не буду говорить, но я же еще и умираю. А про вас будем считать, что вы бессмертны. Значит, в жизни любого биологического существа идет процесс его развития, и тем не менее одновременно с этим процессом развития идет процесс обратный. Движение высшего к низшему. А как маятник может двигаться от высшего к низшему? А? А как маятник может от низшего к высшему двигаться? А тут нет никакого маятника. Здесь просто идет постоянное движение вспять и постоянное движение вперед маятник это не развитие маятник это предмет маятник это предмет и всякий маятник если вы его возьмете он приходит к своему успокоению как вы думаете маятник если есть какой-то он качается качается из из-за того что он имеется трение воздуха имеется у него трение закатил его крепление любой маятник останавливается если вы сейчас возьмете есть часы из которых с маятником с батарейка ну батарейка свой срок ослужит и остановится это эти часы с маятником у меня такие часы есть вот я купил батарейку еще не вставил поскольку за год они значит так ходили все хорошо как будто бы так хотят само собой качается качается перестают качаться и все то есть еще раз развитие движения низшего к высшему простого к сложному иногда говорят движение от низшего к высшему так тоже можно сказать если мы имеем ввиду движение одного вот того что рассматривается но вот это высказывание допускает другое толкование что то как будто кто то третьи двигается от низшего к высшему то есть of движение низшего к высшему а есть вот 3 который вместе с ним идет рядом от низшего к высшему х то есть так допустимо говорить но иметь надо в виду, что все-таки более точное выражение о развитии – это движение низшего к высшему. И в этом вот, и это движение всегда есть, движение через… Потому что понятие развития получается после рассмотрения противоречия. Вот противоречие, когда двигается вперед, получается противоречивое развитие. Противоречивое двигается вперед. А что не противоречивое? А все противоречивое. Что вы знаете непротиворечивого? Скажите, пожалуйста, что-нибудь знаете? Кто-нибудь может привести пример того, что непротиворечиво? Могу поспорить с вами на любую сумму, что вы не найдете. Сейчас это аргумент. Сейчас у нас время денежное или безденежное, наоборот. Можете привести пример чего-нибудь такого, чтобы не содержало в себе противоречия? И прямо у Гегеля нет ничего ни на небе, ни на земле, ни в духе, чтобы не содержало в себе противоречия. Поэтому то, если мы о чем-то говорим, о сложном, о живом, о живом не в смысле того, что оно биологически живое, а в том, которое подвержено движению и изменению, то это мы движение и изменение заметили, равенство собой, неравенство собой, это еще не полное понимание, а более полное понимание, что тут идет развитие через борьбу противоположных тенденций, которые связаны с противоположными сторонами противоречия. То есть, раз развитие это движение через разрешение противоречий, то, следовательно, это развитие через борьбу противоположных тенденций. А тенденции какие? Одна тенденция – движение низшего к высшему, и вторая тенденция – движение высшего к низшему. И то, что получается, противоречивое развитие – это всегда единство двух противоположных тенденций. А как они причудливо, так сказать, в разных предметах и в разных объектах себя показывают, это уже другой вопрос. Ну, если вы берете там, скажем, такой конфликт, как война, так вы, наверное, понимаете, что то мы отступали, то потом стали наступать. А потом, когда мы стали наступать, кое-где мы стали отступать. Или так победоносно двигались сюда горманские войска, а потом вдруг они остановились, их разбили сначала под Москвой, а потом через некоторое время началось общее движение, но очень трудное и сложное, потому что это движение от Москвы до Берлина было очень длительным, и в ходе этого движения были противоположные движения. Даже если взять вот такие победоносные операции, которые были, вот, сражение на Курской дуге, да кто там наступал в этом сражении, на Курской дуге, не помните? Дескать, вы там не родились, я тоже не родился, я позже родился. Я родился в феврале 45-го года, ничего, война не кончилась, но я ничего про войну рассказать не могу, в силу того малого возраста, который у меня был. Значит, это было наступление немецкое, а с нашей стороны была подготовлена контратака, очень мощная. Сначала мы построили свою тактику на том, что, или стратегию, на том, что мы будем перемалывать наступающие войска. У нас, так сказать, перед самым началом немецкого наступления страшную, так сказать, артподготовку провели наши войска. Такую, что они, так сказать, настрой такой, который был, очень сильно испортили. Много погибло и людей, так сказать, с другой стороны, и техники. Но все-таки, поскольку у них наступление было подготовлено, а когда готовится наступление, всегда планируется перевес сил на каких-то участках. Как бы вы ни разобрали, вы не знаете, на каких будет перевес сил. И вот там, где есть перевес сил, там идет наступление. И это продвижение было не очень большим, и очень много было потерь у немцев. Хотя у нас тоже было немало потерь, и там был самый крупный танковый бой, с которым вверх одержала Красная Армия. Ну, а, так сказать, потом только началось уже такое наступление, которое встречало сопротивление. Но вот в этом случае было наступление с немецкой стороны, но оно захлебнулось. Всякое дело, за которое вы беретесь, оно требует усилий. Почему? Потому что преодолеть надо. Вот если люди сюда не дошли, из тех, кто должны были сидеть на лекции, представьте, как им тяжело. Это вот вы победили себя, встали раньше и пришли, и уже сидите и слушаете, что такое развитие. А ваши товарищи в этой борьбе жизненной, за то, чтобы прийти, потерпели поражение и не пришли. Поэтому, когда кто-нибудь опаздывает и приходит, все-таки я всегда его приветствую, никогда не ругаюсь за опаздывание. Человек вот боролся, вот он пришел, открывает дверь, вот он, пришел, человек победил. Это вам так легко было, а ему как было тяжело. Представляете, как ему было тяжело. Вот если все, всякое движение, всякое развитие рассматривает, как борьбу против половины, все гораздо интереснее выглядит. Гораздо интереснее. Вы какое-нибудь знаете хорошее, большое дело, которое не было бы преодолением трудностей и возникающих препятствий? Знаете такое дело? Вы такое не знаете, не изучили. Это то самое незнание, которое равносильно знанию. То есть вы знаете, что любое дело требует усилий. Каких? По преодолению противоположной тенденции. По преодолению. То есть поэтому надо вот, не знаю, какие у вас приемы. Я когда был студентом, у меня были такие приемы подготовки к экзамену. Я, значит, последней ночью перед экзаменом всегда мирно спал, так сказать, и никогда не занимался часов с восьми вечера. Чтобы была у меня, так сказать, свежая голова, потому что когда меня спросят, я еще бы соображал, когда я буду отвечать на экзамене. А вот еще день назад вот я там мог спать ночью два часа. Ну, ночью два часа спать, это надо встать через два часа, после того, как ляжешь. А как это? Это борьба. А как вы борьбу победите? Я вот заведу будильник, потом я, он заговорит, раз его, и все, и дальше сплю. Поэтому у меня не получалось это никак. Тогда я устал это двигать дальше. Ну, я прекрасно прыгнул его, раз, и опять сплю. Наконец я придумал, я его поставил на шкаф в другом углу комнаты. И вот когда он звонит, там, ужасно звонит, страшно, так спать хочется. Я начал бегать по комнате, значит, еще не соображая, искать, где это будильник. А наконец вот я его, раз, ну, уже настолько я побегал, что уже, как говорится, другая мысль о том, что надо, я же зачем его завел, чтобы готовиться к экзамену, и другого нет. Вот тот день священный, который будет следующий, там я буду отдыхать и спать. Вот я, так сказать, после этого садился и готовился. И ставил себе задачу, по крайней мере, два раза. Прочитать то, то, что надо доказать. Обучился я на матмехе, то есть там тоже не такое слабое было занятие. И там задача была не в том, чтобы что-то сказать и повторить, а в том, чтобы дать доказательства. Ну, я думаю, что вы из своей жизни расскажете аналогичные истории. Их наверняка было много, когда вы чего-то добивались, и это было в состоянии борьбы с теми обстоятельствами, которые этому мешают. Преодоление обстоятельств. Кстати, что такое свобода, кто скажет? Это слово вам знакомо. Я не спрашиваю, что вы слышали это слово. Конечно, слышали. А вот кто скажет, что такое свобода? А мы с вами на занятиях по философии. Поэтому, если вы скажете неглубокое, так сказать, определение свободы или не то, то я вас поправлю. А если то, то я и остается у меня только поприветствовать того, кто скажет. Что такое свобода? Не слышали, да? Добровольное выполнение своих обязанностей. Какое? Добровольное. Добровольное выполнение своих обязанностей. Вот если раб добровольно выполняет свои обязанности, он свободен. Я правильно понял вас? Да. Крепостные если добровольно. Он раб. Как, почему? Ну, если он добровольный. Такие были, которые добровольно выполняют. Значит, он свободен. А? Да, значит, он свободен. Значит, он свободен. А если крепостной выполняет свои обязанности, тоже свободен? Он же добровольно это делает, значит, да. Да. А кто не добровольно будет делать? Вот, так, студенты, не будете добровольно выполнять свои обязанности, убьем. Застрелим, как убивают рабов и крепостных. Да? Поэтому лучше добровольно выполняйте свои обязанности. Для чего существует государство? Чтобы добровольно выполняли свои обязанности. Не будете добровольно выполнять, будут приняты меры государственного принуждения. Так что вот с этим определением прекрасно выживается репрессивный аппарат. Для чего он создаётся? Вот не будете добровольно заниматься хорошо, не будете добровольно сдавать, мы вас отчислим из нашего государственного университета. Вы название видели там? Санкт-Петербургский государственный, я вам слово государственный фиксирую. Государственный это что такое? Это орудие силы, машина, насилие, подавление. Вот тех, кто не будет заниматься, не будет сдавать, будем подавлять. Как будем подавлять? Ну всё, отсюда отчислять и все дела. Так что давайте добровольно занимайтесь. А как они узнают, добровольно мы занимаемся или нет? А я сразу узнаю, что если вы добровольно не будете заниматься, мы вас отчислим. Нам и знать это не надо. Нам и знать это не надо, мы тогда вас недобровольно отчислим. И всё, вы не сдадите экзамены. А если вы будете спорить по поводу сдачи на экзамене, я тоже вам могу байку это рассказать, связанную с противоречиями, тогда создаётся комиссия. Вы можете написать на экзаменатора какую-нибудь, челегу. Тогда будет комиссия. В комиссии кто войдёт, ваши друзья или мои друзья? То есть преподаватели будут. И что они напишут? Они напишут, что поразительно, что Михаил Васильевич, это попустительство, он таким занятием дотерпел, тогда экзамен, давно надо было выгнать студента такого-то и такого-то, и так далее. Так что мы с этой категорией далеко не уйдём, которую вы предложили. Тут скорее она больше оправдывает, так сказать, и рабство, и крепостничество, и вообще любое подавление, которое есть. Вы понимаете, что такое экзамен? Я только буду ставить оценки, а вы даже и спросить не можете. Вы спросить можете меня где? На консультации или на занятиях. Вот сейчас мы можем с вами спокойно и свободно дискутировать. Если вы знакомились с программой нашей занятий, она предполагает наше занятие не просто лекции, а лекции и семинары. То есть вы можете выступать не только с отдельными вопросами и с какими-то заявлениями, но и я думаю, что это будет правильно, если мы будем… Как вот мы с вами спорим, мы и будем спорить, потому что в спорах не только тонет, но иногда и рождается истина. Иногда тонет, но иногда рождается. Поэтому спорить мы обязательно будем, и это хорошо. И это безответственный спор, в том смысле, что когда человек разбирается, он, так сказать, еще он же не закончил подготовку к экзамену, поэтому у него могут быть ошибочные позиции, а он потому их и излагает, чтобы посмотреть реакцию преподавателя и для себя сделать какие-то выводы. Это совершенно нормальный такой процесс. Ну еще какие есть желающие сформулировать, что такое свобода? Вот вы такое, что свобода знаете, или вам свобода незнакома? Он и мне незнакома. Вот, есть люди, которым свобода незнакома. Он здесь подневольно. Сюда его отправили родители. Вот здесь он попал сразу в лапы этих самых преподавателей. Здесь не знать, отчислят, если будет дома скандал. В общем, человек не свободен, тоска. А вы тоже не знаете, что такое свобода? Как сейчас бы не получилось бы у нас, что студенты не знают, свобода нашей. Что такое свобода? Есть столько определений, что, наверное, в полной мере познать свободу невозможно. А я это вас не спрашивал, можно ее познать или нет? Я спрашивал, что это такое. Вы подменили вопрос. В полной мере невозможно, потому что я не могу сказать, что это... А я от вас в полной мере не требую. Вот там есть люди, инициативу проявляют. Свобода – это что? Ну, самоограничение. Самоограничение. Так. То есть, если я сегодня обедать не буду, значит, я свободен. Понял. Да. Экономия будет. Хорошо. Спасибо. Я воспользуюсь вашим предложением. Вот. Вообще, если все, так сказать, экономит, все стипендии, то будет очень здорово, но скоро умрешь. Единственный недостаток только. Об этом подумали уже, чтобы вы скоро умерли, потому что вам дали такую стипендию, на которую прожить нельзя. Ну. Поэтому вы свободны, все хорошо. Все нормально. И только вот эти родители вас выводят из этого состояния, нарушая такую красивую картину. Ведь замысел рушат они этот. Можно дополнить самоограничение своих слабостей. А? Своих планов? Своих слабостей. Своих? Слабостей. Слабостей? Да. Сама ограничили свои слабости. То есть слабости оставили, но немножко ограничили. То есть вы пиваете не три бутылки водки, а одну. Понял? Хорошо. А это свобода. Нет, свобода вообще нет. А? Я свободен от водки. Почему вы думаете? Ну, я вашим определением пользуюсь. Самоограничение своих планов. Вот. У меня был план три бутылки. Я взял одну только. И я свободен. А некоторые говорят наоборот. Выпил три бутылки водки и совершенно свободен. Вы можете вообще не пить. В этом свобода. В чем? В самосовершенствовании? В том, что вы вообще водку не будете пить. А можете выпить десять бутылок, а можете вообще не пить. Это же не свобода. Это определение свободы. Да. То есть свобода определяется через водку. Я понял. Если я не знаю, что такое водка. А вы знаете, что такое водка? Ну, спирт. Спирт или вода? Спирт с водой. Спирт с водой или вода со спиртом? Вы правильно только высказываете. Вы, конечно, на занятиях находитесь. Вода со спиртом. Ну, так вот сейчас правильно уже. Там же только сорок процентов спирта. То есть это вода, в когда добавлен спирт. А как бы вы назвали спирт, в который добавлено было сорок процентов воды? По аналогии не можете сформулировать? Напиток такой. Или сейчас бы его запатентовали и продавали? Спиртовочка. А? Спиртовочка. Почему так вот уменьшительное сразу? Но я же все... Спиртку просто. А? Вот. Вот как? Спиртка. Молодец. Вот он правильно. Спиртка. Ну, если водка, это когда сорок процентов спирта, а так вода, а в нее добавлен спирт. А если спирт, а в нее добавлено сорок процентов воды. Это уже спиртка. Спирт и добавлено сорок процентов воды, это спиртка. Вам спиртку или водку? Вот. Ну, как раз и есть такие напитки, в которых шестьдесят процентов. Ну, они по-другому называются. Ну, по-русски это получилось бы спиртка. Ну, мы не сдвинулись. Вы не знаете, что такое свобода? Сейчас я начинаю уже тосковать, как преподаватель. Студенты не знают, что такое свобода. До чего довели студентов? Свобода – это способность делать выбор из возможных вариантов. То есть, варианты такие. У вас застрелят, повесят или разрежут на куски. Если это единственные возможные варианты, то да. Но вы упускаете вариант, что я могу еще сопротивляться при этом. Что еще? Какой удрать отсюда? Да. Успеть, да? Это тоже возможный вариант. Я могу его реализовать. Это, возможно, сделать выбор или не делать его? А, то есть, хочу – делаю выбор, хочу – не делаю. Этот сидит человек в тюрьме и говорит, я свободен. Хочу – ухожу из тюрьмы. Хочу – не ухожу. Поскольку мне не уйти оттуда, я и не ухожу. Хотя был такой случай не так давно. Год примерно назад. Один небедный товарищ с телефоном, помощью которого у него делал счет в банке. Он мог тратить деньги. Он заказал себе, чтобы в тюрьму прилетел вертолет над тюрьмой. Значит, оттуда веревка, и на веревке, значит, палка. Он оплатил эту всю операцию. Значит, все охранники были в шоке, потому что у них и автоматы, и все прочее. Они готовы оборонять эту тюрьму изнутри и снаружи. И вдруг, ну, раз вертолет появляется над тюрьмой, значит, никто ничего не стреляет. Оттуда опускается веревка. Этот садится на эту палку, которая на веревке, и так сказать, прекрасно улетает. Ну, его потом поймали, но зато он был свободен какое-то время. Вот такой вариант. Но это все не определение свободы. А если независимость? А? Независимость, которая, ну, как Момонцкий говорил, свобода заканчивается там, где начинаются чужие права. Ну, почему? Вот у вас есть право читать, у меня есть право читать. Почему она заканчивается, у меня свобода? Ну, читайте, я вам не мешаю. Можем сидеть рядом и читать в библиотеке. Ну, она и не заканчивается. И у вас заканчивается ваша свобода, потому что рядом вот сидит другой человек, который читает. Что-то тут какие-то... Почему это свобода? Вот есть более распространенное, так сказать, или до исторического материализма существовало такое определение свободы. Свобода есть осознанная необходимость. Слышали такое? Это думают, что это определение, но это осуждение о свободе. Что значит осознанная необходимость? Представьте себе такую ситуацию. Человек украл 100 тысяч. Его поймали и посадили в тюрьму. И вот он... В тюрьму его посадили на 7 лет. Вот он через 2 года осознал, что воровать нехорошо. И что правильно его посадили. И что ему еще сидеть 5 лет. И это справедливо. Он свободен? Ну, по определению свободы это осознанная необходимость. Мы проверяем это определение на этом примере. Получается, что по этому определению он свободен. На самом деле... На самом деле это примерно так, как есть анекдот про двух сидящих в тюрьме. Один спокойно сидит, не нервничает. А второй ходит, как волк. Туда-сюда, туда-сюда. И вот первый, который сидит спокойно, говорит. Слушай, что ты ходишь? Давай я тебе расскажу теорию относительности. Это будет долго и непонятно. Нет, я расскажу тебе быстро и понятно. Вот смотри, вот ты ходишь, да? А все относительно. На самом деле ты сидишь. Так что это определение, тут много всяких набирается. А вот какое определение дал Маркс? Маркс, это гениальные ученые, правильно? А гениальные – это те люди, которые не ненормальные какие-то по отношению к человечеству, а наоборот, более ярко выражают то, чего достигло уже человечество. То есть это люди в своем нормальном выражении, а другие до этого не дотягивают. Вот, значит, Маркс сформулировал так. Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Вот если над вами господствуют обстоятельства, вы это не можете, то не можете, это не получается, все не получается. Вы свободны? Нет, конечно. То есть вы свободны, когда вы можете господствовать, когда вы не просто можете, а господствуете над обстоятельствами. Когда не вас тащат, а вы, так сказать, сами своей судьбой в этом смысле управляете, тогда вы свободны. Но вы же прекрасно понимаете, что есть такие обстоятельства, как, например, закон всемирного тяготения. Вот сейчас у нас какой-то этаж третий, вот я вам не советую выпрыгивать из этого окна, тем более сейчас уже вроде и тепло, ничего там ни холодно не будет, но что-то вы сломаете, а то, может быть, на этом и закончится и жизнь, если отсюда выпрыгнуть. То есть свободен человек, если он выпрыгнет, он не свободен над законами. Или, скажем, если вот тут не 220, 220 меня дернет, а если будет 600 ватт, то меня не дернет, а я почерняю и вращусь в уголь. Поэтому надо, так сказать, понимать, что свобода, то есть господство над обстоятельствами, должно быть сознанием дела. То есть вы только тогда свободны, когда вы понимаете, какие будут результаты ваших действий. А если вы не понимаете результатов ваших действий, то вы не свободны. Поэтому это и сознание. И сознание необходимости в это определение входит. То есть то, что необходимо, вы сознаёте, но в этом ещё нет никакой свободы. Потому что нет именно того, что делается свобода, что господство над обстоятельствами. Но не над всеми. Вот сюда вы не пройдёте вот так вот насквозь. Если вы хотите туда пройти, в деканат, вам надо уйти и туда завернуть. Но в войну, когда идут военные действия, здесь стена, у вас граната, вы сюда бросите гранату, а потом будете проходить туда. Вот здесь. Прямо здесь. И никуда бы. Другое место. Вот это надо, это вот гениальное такое определение, надо запомнить. Как выяснилось, вот вы никто не мог сформулировать. И я не мог сформулировать, пока вот не нашёл это определение. Такие замечательные определения нужно коллекционировать. Потому что вы всегда можете спросить кого-нибудь, когда у вас будет дискуссия, там вот. А вы изучали философию. Не, 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 что ваша философия. А вот вы знаете, что такое свобода? И тут вот он попался. Даже свобода не знает, что. О чём говорить? Человеку. А вы уже знаете. Вы знаете, что такое свобода? Что такое свобода? Вы уже знаете, но вы ещё не так это гордо говорите. Вот спросите меня, что такое свобода. Спросите меня. Ну спросите. Что такое свобода? Видели, я сейчас набираю воздух. Свобода – это господство над обстоятельствами, сознанием дела. Вы чувствуете разницу? Вот ваша свобода и моя свобода. Моя свобода – свободнее вашей свободы. А вы – пи-пи-пи-пи-пи, ну что это такое? Какая может быть свобода-то? То есть знание, оно же должно быть, так сказать, возвышенным, правильно? Меня даже так учили, поскольку меня учили, так сказать, правильно говорить. Учили тому, что не так важно, что вы говорите, а важно как. Это, конечно, не так. Но во всяком случае учили так. Надо говорить убедительно, говорит Михаил Васильевич. Ба-бо-бу, бе-би-бы. Видите, убедительно. А вы сказали про свобода неубедительно. И одно другому не мешает. То есть это форма содержательная, а содержание оформлено. Так, ну вот мы знаем с вами, что такое свобода. Знаем с вами, что такое развитие. Повторите, кто может теперь сказать, развитие это что? Движение низшего к высшему, простого к сложному. Да. Движение низшего к высшему, простого к сложному. И в этом движении есть противоположное движение. Поэтому получается, что это движение какое? Оно сложное и противоречивое. В нем два противоположных потока. Даже вы их можете увидеть, если подойдете к берегу Невы. Там, скажем, Петропавловской крепости. Наверное, знаете, иногда идет река, течет в одну сторону, а у берега противоположное течение, маленькое такое. Или есть поверхностные течения, а есть глубинные. Вот не знаем, куда сейчас течет вода над течением Гольфстрим, а подводное течение Гольфстрима течет в сторону на север и потом на восток. Правильно? Вот, то есть это течение, в котором есть противотечение. И в нем, в этом движении, в развитии есть две противоположные тенденции. Поскольку это философская категория, логическая и всеобщая, это к чему относится вот это определение? К каким явлениям? К какой области жизни? К любой. Это всеобщее определение, это всеобщее. Понятие развития. То есть в развитии есть движение низшего к высшему, простого к сложному, через разрешение противоречий. Вот у Ленина в философских тетрадях есть такой фрагмент к вопросу о диалектике. И он там пишет, что всякое развитие есть борьба противоположностей. И именно так понимается развитие. И поэтому в каждом развитии есть прогресс и регресс. Прогресс – это движение, как раз совпадающее с направлением развития, а регресс – это движение, которое есть в развитии, и оно противоположно этому самому развитию. То есть развитие – это более богатая категория, чем прогресс. Прогресс – это, так сказать, одностороннее движение. Но понятно, что если вы будете их брать в единстве, то, собственно говоря, прогресс неотделим от регресса. Правда? Вы не оторвете никак. И регресс неотделим от прогресса. Если вы увидели регресс в развитии, значит, вы, наверное, увидели и прогресс, который есть движение в другую, совершенно противоположную сторону. И к чему это относится, вот это понятие развития? К какому движению? К любому. Что значит всеобщая категория? Всеобщая – это, значит, относится ко всему. Ко всему. И к развитию, так сказать, солнечной системы, и к развитию Вселенной, и к развитию общества, любого общества, и к развитию отдельного человека, и к развитию групп людей, и к развитию физическому, и к развитию умственному. Вот вы учитесь, вы же запоминаете, да? А при этом вы что, не забываете ничего? Вот важно донести, поэтому не расплескал, потому что все равно это забывается. И все, что вы выучили, в какой-то мере уйдет в глубину вашего мозга. И оно в этом смысле может быть оттуда и извлечено. Но такого, чтобы не забывалось, то, что изучается, тоже не бывает. Правильно? То есть надо решить, бороться за то, чтобы самые главные, самые важные, самые важнейшие понятия, важнейшие движения и выведения, они не забывались. А чтобы они не забывались, как бы их надо воспроизводить. И это довольно сложная задача. Это тут каждый человек должен себе разработать такую систему, чтобы то, что является для него важным, для ему то, что он чувствует, понадобится ему в жизни, чтобы это не исчезало у него из головы. Хотя иногда бывает, что раз и пропало. И не вспомнить, что нужно сделать. А нужно вспоминать, вспоминать, потом отвлечься, и оно всплывет. Но если не будешь напрягаться, то и ничего не всплывет. Так что вот такая проблема существует на личностном уровне. Но мы с вами занимаемся социальной философией. Значит, развитие общества содержит в себе какие положительные и отрицательные тенденции. Например, переход первобытно-общинного коммунизма к рабовладению. Это развитие общества или нет? Ну, раз этот переход от первобытно-общинного общества к рабовладению, рабовладение в себе как бы содержит то, из чего оно возникло. Правильно? То есть материнское общество для рабовладения – это что? Первобытно-общинный коммунизм. Из коммунизма вышло человечество. И этот коммунизм был 90 тысяч лет. И вышло оно, так сказать, если бы оно оставалось в таком первобытном состоянии, это был бы вот тот самый коммунизм, который совместим с бедностью и постоянными опасностями для человечества и труднопреодолимыми препятствиями. А вот переход к рабовладению, он освободил часть общества от производительного труда. И часть общества могла предаваться наукам, искусству. И это продвинуло человечество вперед. Правильно? Мы геометрию изучаем по Эвклиду. А Эвклид, как известно, был или жил в Древней Греции, в которой был рабовладельщик Кестрой. Или теорема Пифагора. Пифагор, как вы понимаете, не наш современник. Но он остается нашим современником, поскольку мы пользуемся плодами его умственной деятельности. И так далее. То есть, если речь идет о дальнейшем движении, вот скажем, о развитии человечества, то оно включает в себя то, что добыто на более ранних стадиях. На развитии есть движение низшего к высшему. А раз оно движение низшего к высшему, оно это низшее включает и несет с собой, и все время наполняет содержание. Правильно? Дальше. А было движение противоположное, против того, чтобы наступило рабовладение? Конечно. Возвращались снова в общину. Некоторые погибали, потому что уходили, они пытались без общины жить. А без общины могли быть добычи для диких зверей, с одной стороны, или для представителей другого племени. Другое племя не перешло еще к рабовладению. А вот к тем рабовладельцам, которые превратили в рабов, представителей чужого племени, обычно так было. Вот на них это противоположное племя напало и всех поубивало. И вот на этом, так сказать, их деятельность по переходу к рабовладению завершилась. Поэтому весь этот период, становление рабовладения, это был период, когда потери несли и те, кто выходили, переходили в новую, так сказать, стадию, в новое общество рабовладельческое. И, с другой стороны, и общины несли урон, потому что от них уходили люди. И в итоге, и в итоге окончательно, после вот этого периода становления, которое мы знаем, в чем состоит, как единство бытия и ничто, наступило рабовладельческое общество, как наличное бытие, а это наличное бытие, оно развивалось же. Вот оно развивалось, 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 и мы знаем, что в итоге этого развития, потом вдруг пришли варвары и, так сказать, разрушили это рабовладельческое общество. Это почему они могли разрушить? Это дело в варварах, или дело в том, что что-то произошло в самом движении этого рабовладельческого общества. А что произошло? уже открыты были такие способы производства и такие механизмы, такие средства производства, которые требовали другого обращения с ними. То есть как относился раб к средствам производства, которые ему давались? Ну как к орудию своего закабаления. Вот он должен, он проживет 15 лет, он с утра до вечера работает, и в любой момент должен быть убит. Как он относится к тем машинам или к тем механизмам, которые ему дают? Как к тому, что позволяет его закабалять все больше и больше. Поэтому от него особенная производительность труда. Ждать нельзя, это труд подневольный, труд из-под палки, и поэтому высокой производительности труда получить невозможно. И развитие не очень идет быстрое. Поэтому нужен такой работник, который был бы вроде и в собственности хозяина. И в то же время он был бы интересован в лучшем использовании средств производства. Вот поэтому переход от рабовладения к крепостничеству назрел, к феодализму. В чем разница эта для организации производства? Разница в том, что, во-первых, этого работника нельзя было убить. Раз нельзя было убить в любой момент, то он мог уже планировать свои дела так, чтобы свою жизнь улучшать. Во-вторых, он имел известное время для работы над том участке, которому выделен. Скажем, барщина могла быть или три дня, или четыре дня. Оставалось еще три или четыре дня, которые работник может посвятить своему хозяйству. И, так сказать, со своей общиной они могут построить дома, после этого переделять землю каждый год, и таким образом обеспечивать какое-то равенство в плодородии, почвы. Они могли иметь свою семью и спокойно жить, но крепостного можно было продать землей, без земли, семьей, без семьи. Хотя это не было так широко распространено, потому что все-таки богатство феодального общества выражалось в чем? В числе крепостных. Вот если мы с вами встречаемся, вы помещица, а я помещик. Если у вас мало крепостных, только 20 человек, а у меня 300, я вам и руке не подам, хоть вы и женщина. А у вас, если 500, то я очень рад буду с вами познакомиться. То есть что является богатством? Не деньги, а вот эти люди, которые бесплатно будут у вас работать, а если плохо будут работать, их можно бить плетьми. И вот Некрасов и писал в свои строки о том, что вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сеную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую. И вот Некрасов решил, что это его будет муза, его поэзия. В этом величие вот этого нашего поэта Некрасова. Но он сам-то не убил же помещик. Зачем? Вот такая услуга была на Сенной площади. Туда надо привезти, там повоспитывать, эту крестьянку молодую, и дальше отвезти ее обратно. Пусть дальше работает. А убить уже нельзя было, крепостного. Это не значит, что не было, что не убивали. И сейчас тоже есть убийство, правда? Как преступление. Но это уже было преступление. И, наконец, дальнейшее движение, развитие, связанное с совершенствованием орудий и средств производства, именно на этой основе шло это развитие, привело к тому, что работников освободили от чего? От всего. От земли. От каких-то средств существования. Вот. Он совершенно свободен. Это что такое? Капитализм. То есть, вы, если захотели кушать, приходите ко мне, а у меня фабрика. Вы придете, скажете, Михаил Иванович, а могу я у вас поработать? Да, пожалуйста. Но, знаете, у меня ведь так плохо с деньгами сейчас так. Маленькая будет очень сумма. Так что вы погуляйте там где-нибудь. Может, еще найдете где-нибудь. Вы погуляли, а я договорился вон с тем капиталистом, чтобы он больше-то не платил. И вот этим вот, высоким. Вы там больше не платите этим, которые от меня пойдут. Мы договорились. Это нетрудно нам договориться. Вы ходите, ходите, и везде вот такая штука. Потом приходит, говорит, а уже вы два дня ходили без еды. Приходите, говорит, Михаил Иванович, ну, я согласен, буду работать. Но вы же, а вы, говорю, свободно принимаете это решение? Да, совершенно свободно, правда? Я вас принуждаю? Нет. То есть, вы сами свободно нанялись. А вы нанялись в каком обществе? В товарном хозяйстве. Что вы можете дать, какой товар? А у вас вот, весь товар – это руки. Вы продали свою рабочую силу. То есть, способность к труду. Рабочая сила – это способность к труду. Вы продали, можно сказать, способность своего организма создавать материальные блага. А я купил. А как продаются товары в товарном хозяйстве? Ну, по стоимости. Потом бывает колебания, цена от стоимости отделяется. Ну, так, по стоимости. Значит, вот я посчитал, сколько нужно для того, чтобы вы не умерли. И вам эту сумму и дал. Мне мертвые-то работники не нужны. Или которые сразу начинают прямо умирать. Вы уж поработаете у меня. Тем более, вы квалификацию какую-то наберете. Вы же обеспечиваете мне что? Прибавочную стоимость. Вам зарплата, а мне прибавочную стоимость. Вам необходимый продукт, а мне прибавочный. И вот это общество свободы. Свободы, понимаемой чисто формально. Тут никакого господства над обстоятельствами с вашей стороны нет. А с моей есть, правда? Кто здесь свободен в смысле господства над обстоятельствами? Капиталист свободен. Рабочие совершенно не свободны. И вот эти нехорошие рабочие, они начинают бороться с тем, что они не свободны. И совершают социалистическую революцию. И тогда получается наоборот. В переходный период борются с капиталистами. У некоторых сразу отбирают средства производства. Но не у всех. Потому что можно так много отобрать, что потом не сможешь ничего с ними сделать. Отнюдь не у всех. Национализация прошла у нас в России только в 2018 году. А до этого был рабочий контроль, чтобы не пропали средства производства, чтобы их не уничтожили. А после этого, до трех работников можно было иметь, существовал долго капиталистический сектор, и госкапиталистический сектор, и мелкотоварный уклад. И постепенно, к середине 30-х годов, обобщестили средства производства в городе и труд в деревне. И в итоге мы получили две формы общественной собственности на средства производства. Государственную и кооперативно-колхозную. А собственность одну, общественную. А как будет по иностранному языке слово общественное? По иностранному как бы. Комунизм. Или социообщество. Поэтому можно считать, что построен социализм, а можно считать, и правильно будет считать, что построен был коммунизм в середине 30-х годов. А что значит коммунизм? Коммунизм, ну вот это и означает, что общественная собственность на средства производства. И больше ничего. Потому что определяется это именно характером собственности на средства производства. А уже все остальное, что про него говорят, там принципы коммунизма и прочее, это уже отсюда выводится, а вовсе не является определением. Ну и как вы думаете, вот коммунизм сразу, он будет развитой во всех своих проявлениях, или он сначала выходит из старого строя и развивается из капитализма? И он, если он развивается из капитализма, что на нем для него характерно? Что есть родимые пятна капитализма, да? Может быть так, можно так выйти из прошлого строя, не нести на себе родимых пятен. Такого не бывает. Кто мама коммунизма? Уже нового коммунизма. Тут был коммунизм у нас в первобытной общине. А здесь коммунизм, который опосредствован частно-собственническими формациями, рабовладением, феодализмом, капитализмом. И вот он снова. Отрицание, отрицание. А уже отрицание частной собственности. А в свое время частная собственность отрицала общественную первобытную собственность. Это отрицание, отрицание. Это возвращение снова к коммунизму, но с родимыми пятнами старого строя. Как называется такой коммунизм, который во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном несет отпечаток того строя, из которого он вышел? Повторяю вопрос. Как называется такой коммунизм, который еще только вышел из старого строя, и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном отношении несет отпечаток того строя, из которого он вышел? Отрицание. Как название этого строя? Ну у нас были названия какие? Был первобытный общинный коммунизм, потом пошел рабовладение, потом феодализм, потом капитализм. И как? Социализм. А? Социализм. Да, совершенно правильно, вот тут совершенно правильно сказали. То есть социализм – это не какой-то отдельный общественный струй, это коммунизм, но какой? Неполный, неравитый, незрелый, неспелый во всех отношениях родины и пятна капитализма. Вот кто-то это понимает, тот, наверное, должен понять, что при социализме есть противоречия и противоположные тенденции. И тот, кто думал, что при социализме нет противоположных тенденций, которые ведут к капитализму, а думали, что мы только идем вперед и вверх, и, дескать, не надо бороться с противоположными тенденциями, они нас привели к чему? К тому, что мы обратно снова ушли в капитализм. Но если вы не боретесь против тенденций к капитализму, а просто думаете, что вот само собой будет идти, или рассуждают про строительство коммунизма, строительство – это, так сказать, диалектическая категория, это строительная категория, а диалектическая категория – противоположность сей противоположных тенденций. Если вы не видите отрицательных тенденций, то их для вас как бы нет. То есть их разрушительные действия незаметны, и они подтачивают, так сказать, ваше здание, которое вы строили, и это здание рухнет в один прекрасный момент, что у нас и произошло. Поэтому вот я, например, жил и при коммунизме до 1961 года, а с 1961 года переходный период к капитализму до 1991 года, а с 1991 года при капитализме. А вы какого года рождения? Первого. А? Первого. С 2001. С 71? В 81? С 71 какого? С 2001. Все равно не различил. С 2001 года. С 2001 года. Ну вот, с 2001 года. Значит, можем определить, что вы в переходный период от социализма к капитализму не попали, потому что в 1991 году уже остановился капитализм. То есть вы живете при капитализме. Тут все просто и понятно. И нам приходится, так сказать, только вот это все. Ну а вот так получилось. Вот мы-то с товарищем, с которым мы вместе учились на Матмехе, учились мы в Ленинградском государственном университете имени Жданова, ЛГУ. И тогда никто не говорил, что это ГБОУ. Государственное бюджетное образовательное учреждение. Вот почему-то добавляют всегда, что когда пишут про университет. Ну это ясно, что оно государственное, если государственный университет. Ясно, что бюджетное, если оно государственное. А какой еще? Если государственное, это за счет государственного бюджета. Ну и неужели университет, не ясно, что оно образовательное? Тоже ясно, да? Учреждение. Кому вы хотите? Кому хотят доказать, что у нас это учреждение? Что кто-то его учредил. Если это государство учредило, так оно учреждение. Ну вот добавляют, и вы можете видеть, такие странные, такие. Когда начнут писать в целом ГУБОУ, Санкт-Петербургский государственный университет. А не просто. А у нас просто было ЛГУ. И все. И никому в голову не приходило добавлять ГУБОУ, ЛГУ. А какие тенденции есть при капитализме? Есть противоположные? Он же развивается. Капитализм. Развивается. Куда он развивается? Процесс обобщисления идет? Или не идет? Вот у вас этот телефон где сделан? Ну не здесь. В Корее. В Корее. Да здравствует пролетарский интернационализм с корейскими трудящимися, которые делают для нас телефоны. Так? И какие-то части, то есть, как вы знаете, скажем, то, что делается в Китае, тоже распространяется по всему миру. Верно? Оно охватывает не только представителей разных профессий и соединяет их. Оно и соединяет, можно сказать, и разные страны и народы. Потому что производство стало общественным не только в рамках одной страны, оно стало всемирным. Все работают на всех. Ну, кто работает, конечно. Ну, кто не работает, тот получает за всех. Тоже хорошо. Я и от вас получаю, и от вас, и от вас, и от вас, и от вас. Красота? То есть, тенденция к развитию общественного характера производства продолжает себя действовать? Что такое монополия? Монополия – это уже не какая-то такая группа людей, которые разделены и ковыряются, каждый делает свое. Нет, это планомерная форма хозяйственной, правильно? Это монополия основана на кооперации. А кооперация – это планомерная форма труда. Кооперация означает, что много лиц полномерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Вот единственная монополия, которая у нас непланомерна, это вот российская государственная монополия. В России есть государственный сектор. Государственный этот сектор проводит, выпускает примерно от 50 до 70 по разным оценкам ВВП процентов. От 50 до 70. А единого плана на эту монополию нет. Это единственная монополия, вы не найдете в мире, в капиталистическом монополии, которая бы не имела плана. Но вот если вы монополистка, и все, что мы делаем, наше вот здесь присутствует, мы делаем по вашему заданию. Наверное, вы составите себе план, который давал бы вам максимальный результат, прибыль, например. А не то, что я буду что-то свое делать тут сидеть, вот они там свое, те там сзади тут копошатся, еще что-то свое делают. Вы будете работать теперь по плану. Вот она как все скажет, то будете делать. Монополия представляет собой планомерную форму хозяйства. И даже вот у Ленина есть такое высказывание, единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, означало бы социализм. То есть он не выскакивает неизвестно откуда, а он так в ходе развития и получается. Но это одна тенденция, это одна тенденция к развитию, к обобщислению. Можно сказать, при капитализме есть тенденция движения к коммунизму. Но есть и обратная тенденция. То есть у нас люди некоторые работают гораздо больше, чем написано в законах. То есть у нас некоторые люди работают так, как работают рабы, в том числе гастарбайтеры. Их в вагончиках держат, иногда десятками их сжигают. Вдруг там пожар, а у них ключа нет, они были закрыты, они сгорели. Знаете такие случаи? Поэтому у нас есть явления, которые связаны с предшествующим всем движением. Сверхурочные работы, которые означают, вот если нас с вами трое, и мы работаем на заводе, и вы стали двое работать сверхурочно, по четыре часа каждый день. А вот у нас начальник, он посмотрел, и меня уволил. А зачем я нужен тогда? Давайте, у вас по восемь часов вы работали. А теперь вы еще прихватываете по четыре часа, и вам за это платят вдвойне. А меня убрали. И все. Вот. Кто меня уволил? Вот вы меня уволили. А кажется, что он. Да он пошел навстречу. А ему чем хорошо? Потому что, скажем, каждый, кто платит налоги, каждый капиталист у нас, хозяин предприятия, должен платить налоги не только как на прибыль, но еще он должен платить налоги за работников. Если работников много, за каждого работника он примерно должен около 30% зарплаты. Только не зарплату, и зарплаты работники сами платят, или вернее за них отчисляют 13% государству. А вот то, что должен платить хозяин предприятия, это примерно еще 30% от фонда зарплаты. По величине. Но это вот уплачивает уже капиталист. А если я уже не работаю, уже это сплошная экономия. Вот это можно класть в карман. И у нас это широко распространено. То есть, если вы вот с такими очками, которые представляют собой диалектические очки, будете смотреть на нашу действительность, то вы увидите в нашей же действительности противоположные тенденции и увидите борьбу этих противоположных тенденций, которые выражаются дальше, и экономическая борьба выражается, и политические, одни за одни. Интересы другие за другие. Например, вдруг вы наблюдаете, что проведена пенсионная реформа, которая по кому ударит? Ну, по мне-то они ударят, и по нам вот. Вот мы здесь находимся в таком возрасте, в котором мы уже пенсию получили. Получили мы ее в свои 60. А вам сказали, вот теперь женщины будут не 55 лет, а 60 работать. Вот вы будете, вы такие красивые и симпатичные, будете работать не... Раз вы такие красивые и симпатичные, будете работать не 55, а 60 лет. А вы, а вы такие серьезные и сильные, вы 65 будете работать. Тем более у нас вредное производство, 40%. А если вы и умрете, то туда экономия будет. Будем пенсию доплачивать кому-нибудь. И сколько у вас денег забрали, не считали? 5 лет добавили. Это ведь к вам относится. То есть, хотя, казалось бы, вот мы более старшие, а вы более молодые. Но нас это не касается, а у вас это касается. Ну, как бы не скоро это придет. Ну, придет. А именно 5 лет добавили. 5 лет, у нас средняя пенсия 14 тысяч. Ну, судя по вашей стимпендию, 14 тысяч на дороге не валяется. 14 тысяч в течение 5 лет, это 60 месяцев. 5 на 12. 12 месяцев на 5 лет 60 и умножаем на 14 тысяч. С вас, уважаемые, заберут 840 тысяч рублей. Уже все, уже принято решение, все проголосовано и подписано закон. Все. Будьте здоровы. Хорошего вам настроения. Так что вот мы, если мы будем внимательно, так сказать, наблюдать за тем, что происходит, мы будем видеть и положительные тенденции, которые называются прогресс и отрицательные, которые называются регресс. И решим для себя. Мы будем стоять, так сказать, на стороне прогресса или на стороне регресса. И так люди разделяются и по-разному себя ведут в нашем нынешнем российском капиталистическом обществе. На том мы и закончим эту лекцию. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok